Проявленное состояние Проявленное состояние Все они гибнут Днем живые существа получают различные тела, в которых они могут заниматься материальной деятельностью, а с приходом ночи лишаются тел и входят в тело Вишны Затем, с наступлением нового дня Брамы, они появляются на свет, в течение дня остаются в проявленном состоянии, а ночью снова уходят в небытие В конце концов, когда срок жизни Брамы истекает, все живые существа уходят в небытие и остаются в непроявленном состоянии многие-многие миллионы лет В следующую эпоху, когда приходит новый Брама, живые существа снова появляются на свет, так они остаются пленниками материального мира Но разумные существа стремятся развить в себе сознание Кришны и, получив тело человека, посвящают себя служению Господу В конце этой жизни они переносятся на духовные планеты Кришны, где обретают вечное счастье и уже никогда не рождаются в материальном мире В начале дня Брамы все непроявленные существа переходят в проявленное состояние А затем, когда наступает ночь Брамы, они вновь становятся непроявленными Каждый раз с наступлением дня Брамы все существа появляются на свет, а с приходом ночи, помимо своей воли, уходят в небытие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, в Бхагавдгите Кришна советует Арджуне, как ученику, что невозможно освободиться, если человек не знает, от чего нужно освобождаться Таким образом, Кришна объясняет Арджуне, что нужно понять путь порабощения, только тогда можно понять путь освобождения До тех пор, пока живое существо не понимает, что его порабощает, оно не способно выбраться из этого Поэтому мы можем видеть, что в нашем сердце существуют негативные качества Зависть, лень, подлость, обман, тщеславие, властолюбие, жадность, похоть, корысть и так далее И мы не знаем, как эти качества развиваются в нас Мы можем думать, что их нету даже Говорится, человек в гуне страсти все понимает, но ничего не может с собой поделать Таким образом, в гуне страсти человек, по крайней мере, имеет теоретическое понимание Он ощущает все эти качества внутри себя, но не знает, как что избавиться от них Он не знает, как от них избавиться Человек в гуне невежества, он даже и не замечает, и не ощущает этих качеств Более того, он все негативные качества воспринимает, как какие? Позитивные, и тем более, раз мы воспринимаем это позитивно То желание от них освободиться вообще не может возникнуть И так, в гуне невежества не возникает даже желания выбраться из этого положения В гуне страсти нет квалификации Есть желание, но нет квалификации И в гуне благости появляется квалификация Итак, Сила Пропада описывает Или объясняет в своих комментариях, что существует три разновидности преданных Преданные разделяются на три уровня И эти три уровня называются квалификациями Таким образом, мы за все эти дни, которые я буду здесь находиться В Красноярске Я буду вам рассказывать, что я понял о квалификациях Чтобы это помогло и мне, и вам Идти путем освобождения А не постоянно сетовать, что мы это понимаем, но ничего не можем сделать Итак, три уровня квалификации Первый уровень квалификации называется Каништха Адхикари Самый низший уровень Второй уровень называется Матхяма Адхикари Слово Адхикари означает квалификация И мы с вами будем разбирать, что же такое квалификация И самый высший уровень называется Утама Адхикари Итак, живое существо, встав на путь достижения обители Всевышнего, как называется эта глава, подразумевается, что мы все с вами встали на путь достижения Всевышнего. Ну, как это не смешно, это так. Иначе, зачем мы все здесь собрались? Потому что бхакти-йога предназначена именно для этого. Поэтому мы не стали культивировать никакие виды деятельности, мы решили предаться. Может быть, в нашем сердце куча всяких этих проблем, которые мы видим или не видим. Так или иначе, мы решили предаться Всевышнему. И хотим достигнуть Его обители. Ну, я так понимаю, по крайней мере. Что люди каким-то образом пытаются улучшиться. Улучшиться. Но прежде чем улучшиться, нужно понять, как человек ухудшился, как это произошло. И поэтому говорится, что мы забыли, мы все забыли, как мы ухудшились. Ибо живое существо находится с незапамятных времен в плену материальной концепции. И мы забыли уже. И поэтому это плохое состояние или ухудшенное состояние стало нормой для нас. И мы чувствуем себя в этом оскверненном состоянии нормально. Когда спрашиваешь человека, как ты себя чувствуешь, нормально. Как же человек может иметь в сердце зависть, похоть, гнев, зависть, алчность, тщеславие. И он может себя чувствовать нормально. Но мы чувствуем себя вполне нормально. Мы даже радуемся в этом состоянии. Мы даже радуемся в этом состоянии. Что мы сражаемся за деньги. Что мы читаем лекции ради славы и почести, и ради материальных благ. Что мы пытаемся просто улучшить свое следующее рождение. Хотя даже не знаем, как это сделать. И нам кажется, будто мы его улучшаем. Мы даже не постигли природу ума, интеллекта, чувств, ложного эго. Не постигли природу оскверненного сознания. Не постигли природу чистого сознания. Но каждый уже проповедует. Это называется коништха. Мы проповедуем, что теория. И эту теорию еще плохо понимаем. На уровне чувств, на уровне ума, на уровне интеллекта. И что же там говорить на уровне сознания? Мы даже не осознаем этого. Мы даже не чувствуем этого прогресса. Все говорят, ой, какие красивые божества. А вы чувствуете, что они красивые? Я могу вам принести картинки просто классических скульпторов. И они, картинки этих скульптур, будут красивее, чем вот эти статуи. Это статуи. Почему же мы говорим, что это божество? Пытаемся внушать себе, что там Бог. Ну что, у нас есть кое-какая теоретическая основа. Мы теоретически это понимаем. Потому что, если бы мы понимали это практически реализованно, мы бы совершенно по-другому ходили в храм. Вы представляете, если бы мы точно знали, что здесь Бог. Стоит в проявленном виде, и мы можем получать у него даршин. Могли ли бы вы когда-нибудь сюда ходить для чего-то другого? Бегать и ухаживать за женщинами, за деньгами. Просто так болтать, есть, ходить сюда. Или просто так, ну здесь хорошо. Нет. Но поскольку мы знаем это только теоретически, поскольку это Каништха Адхикари, мы находим вкус не в божестве, а во всем, что присуще Каништхе. Итак, мы постигаем это еще на уровне объектов. И то, объекты постигаются неправильно, поэтому мы на уровне объекта знаем, что это Мурти. На уровне объектов мы совершаем оскорбление. Мы спим перед божествами, обнимаем колени, иногда неправильно кланяемся на одну руку и так далее. Мы даже не постигли на уровне объекта, как нужно с ним взаимодействовать. Поэтому мы не просто Каништхи, мы Каништхи самого низшего уровня, низшей ступени. Более того, наша Адхикара такова, что мы никогда не просим ничего духовного у божества. Почему? Потому что мы материальные просьбы воспринимаем как какие? Духовные. Материальные просьбы мы выдаем для себя, для своего ума, как духовные. Почему? Потому что наше сознание осквернено. Поэтому ум говорит, ты несомненно сейчас молишь о духовном. Но сознание говорит, дай денег. Так мы можем увидеть различие, что можно лицемерить, притворяться, но никто от этого не страдает. Почему? Потому что мало вероятно, кто способен различать это лицемерие. И поэтому в Бхагавадгите говорится буддхи йога аму пашрит я. Буддхи йога только при помощи разума человек может прогрессировать. Невозможно прогрессировать никаким другим образом, только при помощи разума. В шастрах описывается, что способность к различию называется буддхи. Поэтому так называют тонкие, тонкое проявление ума. Как Парупада говорит, что молоко развивает тонкие ткани головного мозга. То есть тонкие. Это означает разум. Разум. У человека развивается разум. Потому что есть мозг, а есть тонкие ткани, которые мы не замечаем. Тонкая ткань есть, есть грубая ткань. И так, как ухо развивает тонкую природу уха. Какова тонкая природа уха? Слышать. Слышать. Так и мозг это орган ума. Орган ума. Где же находится ум сам в сердце. И там есть тонкое проявление ума. Разум. И так, пока человек не способен различать что-то, он не может увидеть, от чего ему нужно освобождаться. И поэтому все время, которое тратит неквалифицированный человек, он тратит на внешнее. Он пытается внешне выглядеть порядочным, внешне добрым, внешне отреченным, без носков может ходить, в дырях, в носках ходить. От чего-то он может отрекаться, мне не нужна машина, квартира, жена мне мешает, дети мне мешают. Или наоборот, как раз, чтобы продвигаться, мне все это наоборот нужно. Квартиру, машину, детей и так далее. То есть, все внешнее. Это означает, он постигает что-то только на уровне объектов. И частично эти объекты вызывают у него определенные чувства. Какие? Симпатии и антипатии. То, что в Бхагавадгите называют камнем преткновения. Камнем преткновения. Поэтому никто никуда не прогрессирует, избавляясь от жен или получая жен, заводя детей или бросая детей, отдавая машины или покупая машины. Все остаются на месте. Ничего не изменилось. Вроде бы куда-то бегу, а все время на месте. Вроде бы что-то делаю, а результата никакого. И так человек должен постигнуть. Потом он обижается. Кто-то там говорит о каких-то объектах. Он начинает сразу кричать. Тут меня попросили избавиться от объектов. Безобразие. Вон, долой. Почему человека задело так? Потому что он привязался. И в шастре говорится, мы привязываемся только к объектам чувственных наслаждений. Когда вожделение удовлетворяется, развивается привязанность и жадность. Попробуйте затронуть то, к чему мы привязаны. Пропада приводил пример. Алкоголик выглядит очень отрещенным. Он оставил семью, детей, он ходит без носков, живет под деревьями, как госвами. У него ничего нету. Он собирает даже подаяние. Но попробуйте тронуть его бутылку. Попробуйте тронуть его бутылку. Задушит. Итак, это отсутствие квалификации или низкая квалификация называется Каништха. Каништха. И мы будем с вами говорить пару дней о Каништх, пару дней о Матхиам, сравнивая с Каништхами. И день будем говорить об Утамах, сравнивая со всеми остальными. Мы сейчас будем все сравнивать только с нашим уровнем, с уровнем Каништх. Мы не будем сравнивать Каништхи и Утам. Мы будем сравнивать себя со всеми. До чего нам нужно дойти? Для того, чтобы нам продвигаться, мы должны очень хорошо узнать, в каком мы состоянии находимся. И хорошее ли это состояние? Как мы говорим, нормально ли это? Ну, как у тебя дела? Нормально. Вот машину новую хочу поменять. Ты что, избавился от зависти, от похоти? А? От тщеславия? От жадности? От иллюзии? От стремления к материальному счастью? От затягивающего влияния жены, детей, дома? Как же может быть нормальным это состояние? И тогда мы говорим, но я не в смысле этого, а в смысле чего? В смысле объектов. Когда мы спрашиваем кого-то, как дела, мы имеем в виду, как ты в сознании Кришна себя чувствуешь? А для этого не нужно ничего. Никакие объекты не нужны. Все очень доступно. Как Кришна говорит, тот, кто мне предложит воду, листок, плод, с любовью и преданностью, я приму это. Парупада пишет в комментарии, не нужно никаких денег, машин, красивой внешности, высшего образования. Ничего не нужно. Воды залейся. лепестков, цветов, ну на рынок придите и просто соберите там. Куча. Плодов, всяких разных, сколько угодно. Там даже говорится, кору дерева. Можно кору дерева взять и предложить это. И Кришна будет доволен. Нигде Кришна не говорит, кто распространит тысячи маха, тысячи средних, тысячи маленьких, тысячи таких и таких. Я прямо буду считать, что он сам продвинутый. А кто уж на проповеду и тысячи тысячи людей привлечет к оскорбительному воспеванию святого имени. Ну так вообще. Итак, важно не подношение, а отношение. В шастра говорится, давно забытые отношения с Кришной. Так что же такое квалификация? Это развились ли какие-то отношения с кем? С Кришной. Развились ли хоть какие-то отношения с Кришной? И когда отношения с Кришной развиваются, человек становится каким? Удовлетворенным, счастливым. Говорится, он находит этот путь радостный. Какой же путь радостный? Жертвоприношение, тапасия, благотворительность. Он находит этот путь радостный. Он видит, что ничего не препятствует этой радости, кроме его вот этих качеств. Зависти, привязанности, похоти, тщеславия, властолюбия, алчности, гордости, желания искать несовершенства в других, тупости, глупости. Он начинает видеть, что именно это является причиной того, что он не прогрессирует, не становится квалифицированным. И сколько бы он объектов не насобирал, как бы он лысину себе не побрил, какой бы длины он шикху не отпустил, какое бы милое лицо он не сделал, и сколько бы книг он не прочитал, самых запрещенных книг, которые запрещено читать всем, кроме нас, потому что кроме нас их никто не поймет, человек не прогрессирует. Вот почему говорится, что едва научившись читать и что-то начитавшись, вот эти конечники, они едва научившись читать, что-то там начитаются и требуют к себе за это что? Уважение. И Вишанат Харватик Хакур таких личностей называет Уцаха. Да еще не просто Уцаха. Уцаха означает энтузиазм, а он говорит май, ложный, того, чего нету, что этот энтузиазм ложный, он не проистекает из разума, а проистекает из отношений объектов и чувств, не больше. Из отношений объектов и чувств. и требует уже к себе за это что? Почтение. Вы видели, как я возле Божества стою? Все думают, как запущено все. И так мы будем говорить об этом. Что же такое нормальное состояние, что мы ценим в этом обществе, и чего мы не оцениваем, и не принимаем, и даже то, от чего мы пытаемся избавиться. Иногда мы забываем, это все результат общения. мы забываем о том, от чего мы должны избавиться. Зачем мы сюда пришли? И говорится в гуне благости, это означает, человек хочет от этого избавиться. Очищение. Очищение своего существования. В гуне благости человека именно это интересует. Как только он почувствовал, что он кому-то завидует, он в ужасе. Он думает, о Боже мой, Хри Кришна, Хри Кришна, пожалуйста, займи меня. Я опять не занят. Я опять завидую. Я не занят. О Божество, он молит, о, я опять завидую, опять я испытываю похоть, я опять чувствую влечение к противоположному полу. Если ты меня не займешь, как же я могу избавиться от вожделения. И говорится, есть путь порабощения и путь знания. В чем же путь порабощения? И описываются две категории личности. Две категории личности. Первые наслаждают свои чувства. Все, что они делают, они делают для наслаждения своих чувств. И поэтому они привязаны и жадны. другие поняли, что наслаждать чувства это страдать в итоге. Потому что когда наслаждаешь чувства, привязываешься. Кто-нибудь когда-нибудь из вас испытывал привязанность к чему-нибудь? К плохому. Почему? Потому что мы этим наслаждались. Теперь это стало плохим, поскольку голод, насыщение, пресыщение и отвращение произошло. Теперь мы страдаем от этого. Жажда, называется осад тришта, жажда наслаждения материальными объектами. Для своих чувств мы привязались, теперь жадничаем, теперь храним барахло, боимся за свое тело, как бы кто бы его не ударил, кто бы его не ткнул. Ой, боже мой, как же его не накормить, это тело, до завязки. Поэтому мы становимся толстыми, ленивыми, потому что мы жадными стали. Мы стали жадными до еды, до секса, до детей. Первый стих Шримад Бхагавадгиты Дритараштру Вача, Тхармакшитрэ, Курукшитрэ, Самамбита, Юйцавага, Мамакам Пандавашчайвак, Курванта, Санджа, что сделали мои сыновья и сыновья Панды, я и мое. Откуда мое появилось? Он привязался к своим сыновьям, говорится, он был жадный до наслаждения своим отцовством, со своими детьми. Нарада говорит, причина всего жадность была Дритараштры, хотя Дритараштра был преданным, но не высшей квалификацией, он не был Утамабактой, он не был Утамабактой, он все понимал, но ничего не мог с собой поделать. Это кто? Вы думаете, это Матхьяна? А? Это Канишнка. Это как раз Канишнка. Поэтому столько много политики, столько войн. Мы против вас, а мы против вас, мы вас забодаем, а мы вас забодаем. Где наши пожертвования? Фиг вам пожертвования. А где наши тут деньги? Фиг вам наши деньги. А где мое кресло управляющего? Фиг я тебе отдам. Мы тебя сами сгноим. Мы тебе позвоним по телефону и скажем, ты смотри, мы тебе скоро вообще морду набьем. И когда спрашиваешь обоих, ну как вы живете? Нормально. И какой год вы практикуете бхакти-йогу? Ну лет десять уже. О, как все запущено. Как все запущено. И так пока человек не обнаружил, от чего нужно освобождаться, вернее, от чего он порабощен и как освободиться, как же он может прогрессировать, когда он не знает, что такое прогресс. И поэтому он думает, что количество кантемал, количество лекций, количество вот этих дисков или кассет в сумке, наличие кучи историй в голове про разных святых, наличие ровной тилоки на лбу и нервущихся кантемал, длинной шики и шафранов отходи, подъемов в два часа ночи, все это принимается за реализацию. И человек думает, что он по меньшей мере уже близок, ну, просто никто этого не понимает, к матхьями. Поэтому он уже чувствует, что может принимать учеников по всему миру, ладно, там день Железоногорска, причиняет нам всяческие беспокойства. Мы просто их терпим и не отвечаем той же монетой. Что мы думаем? Если даже в этой жизни я не совершил ничего, за что меня так критикуют и за что так на меня клевещут, значит, я это совершил когда? В прошлой жизни. Тот, кто не делал зла, Христос говорит, что не подвержен злу. И поскольку мы еще подвержены злу, мы все-таки его творили. Итак, нам кажется, что зло, которое против нас выступает, это не милость Кришны, а то добро, которое против нас выступает, или за нас, это милость Кришны. Так Каништха различает милость и немилость, но он называет это развлечением, но на самом деле это разделение, потому что между милостью и немилостью, Шастра говорится, нету что никакой разницы, никакой разницы, между милостью Кришны и немилостью Кришны, нет никакой разницы. Итак, должен сначала научиться различать, а потом видеть единую сущность всего этого, но он пока разделяет, не способный различать, и не способный увидеть единство. Поэтому каждый стремится отделиться. Каждый стремится отделиться. И что толкает его на это желание отделиться? Зачем человеку отделяться свобода? Для чего же нужна свобода живому существу? От чего она хочет быть свободным? От противоположностей. оно не ощущает милости в противоположности. Кто в горе может ощутить милость? А в Бхагаватам описываются молитвы царицы Кунти. Она говорит, дай мне проблемы, дай мне это горе, потому что оно так мне помогает прогрессировать. Мы женщины не очень разумны, поэтому горе нам помогает прогрессировать. Когда ты даешь горе, я начинаю предаваться по-настоящему. Когда я начинаю по-настоящему предаваться, ты так милостив, что появляешься передо мной, а когда ты передо мной появляешься, нет для меня большего счастья на свете. Поэтому я хочу достигнуть счастья через горе. Раз я так устроен, что мне нужно горе для счастья, дай мне это горе, потому что оно только меня приводит к счастью, к истинному счастью. Итак, квалификация очень важный аспект взаимоотношений между людьми, правильной проповеди. Что значит правильной? Прупада говорит, нужно попытаться рассказывать свою реализацию в сознании Кришны. Не надо повторять чужие слова, чтобы завоевать авторитет у окружающих. нужно рассказывать свою реализацию в сознании Кришны. Не нужно становиться профессиональным проповедником только для того, чтобы вам давали пожертвования, чтобы поддерживать свою жену, которая больше зарабатывает. Не нужно этого делать. Иначе все будет нормально. Десять лет будет все нормально. Двадцать лет все нормально будет. Тридцать лет будет все нормально. И нормально, как нормальный человек помрете. Как все нормальные люди. Гр-гр и испустите калу мочу. Так описывается в Шриман-Багава в обучении Господа Капилы, как умирает нормальный человек. Как кошка и собака. Как нормальная кошка, нормальная собака. Так же и умирает нормальный человек с нормальным шнуром на шее, с нормальными трехрядными кантемалами, с нормальной лысиной, с нормальной кисточкой сзади, которая называется Шикха. Он нормально. Гр-гр мы за мир. Итак, достижение обители Всевышнего это великая наука. Великая наука, как выбраться. И поэтому Кришна говорит, еще раз мы повторим, чтобы понять, как освободиться, нужно понять, как обусловился. И поэтому Кришна начинает объяснять Арджуне тригуны материальной природы. И он описывает мотивации и качества в связи с этими мотивациями, цели, мотивации, качества, умонастроения, действия и так далее. Он все описывает в гунах. В гунах описывается ум, в уме функции. Функции также описываются в гунах. Страстные желания, невежественные желания, благостные желания и желания трансцендентальные. В разуме точно также, в чувствах. Ложное эго, в невежестве, в страсти, в благости. Отсутствие ложного эго. Итак, когда говорится лишен ложного эго, мы думаем, что сама энергия отсутствует. Лишен ложного эго, это означает, он не совершает каких поступков эгоистических. человек не руководствуется ложным эго, вот почему оно отсутствует. Потому что присутствие ложного эго наблюдается в деятельности человека. Но когда человек не руководствуется ложным эго, он, что, не получает реакций благоприятных и неблагоприятных. Поэтому Кришна говорит, откажись от всего, от этого, и тогда ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Более того, если ты хочешь очистить сознание, действуй ради моего удовлетворения. И Санат Нагас Свами сразу говорит в первом стихе, что преданное служение это ненадуманный экстаз. Не надо перед божествами изображать какую-то преданность лицом. Я могу вам гуны продемонстрировать лицом. Ну-ка, догадайтесь, какая это гуна? Похоже на гуду страсти или благости. А теперь посмотрите. Ну, разве там что-то изменилось внутри? Вот это называется конишка. Он все лицом изображает. Руками. Хочет показать, что он гуни благости. Голосом. Лексиконом. Таких слов нельзя говорить. Когда спина прямая, то вы в гуни благости. А когда кривая, то вы в кривой благости. А когда сломанная, не в невежестве. Итак, люди пытаются, несомненно, неквалифицированные люди пытаются все демонстрировать телом, объектами. Они хотят показывать, что они щедрые, как давая пожертвования. Большие пожертвования, потому что чем больше я сейчас отдам, тем больше будут думать, что я какой щедрый. Я на самом деле жадный, вообще страшное дело. Но так хочется, чтобы все думали, что я очень щедрый. И так все на уровне объектов и внешней деятельности. Но гуны там спрятаны. Внутри. Гуны внутри, мы думаем, о большая физиономии усы, явно кшатрия. Но говорится, кшатрия это храбрость. Нигде про усы и про огромное лицо ничего не говорится. Про мускулы я нигде не читал в шастрах, что были мускулы, что качество кшатрия это мускулы, огромная шайба и усы. Нигде не читал. Нигде я не читал, что раз у него оружие, он кшатрия. Да, оружие есть у браманов, у кшатриев, у вайш, у шудр есть оружие. Просто для разных целей и по-разному они применяют это оружие. Кшатрии, говорится, должен применять оружие в защите религиозных принципов. У вайши, чтобы охранять свое имущество, а шудра охраняет свое тело и все к чему, что к нему пристало. Абрамана обучает их, как обращаться с ним и для какой цели. Абрамана даже создает, думает, какое оружие сделать. Итак, люди все воспринимают внешне. Они говорят, он говорит по-английски, три языка знает, работает на компьютере, такой худой-худой сейчас упадет. Еще у него очки, но явно Браман. Но кто, поднимите руку, в Багалдгите это читал, что качествами Брамана являются худое тело, очки и знание языков и компьютера. Да я знаю мужиков, которые знают столько анекдотов, что ни один Браман столько в памяти не держит. И все матерные. Если вы думаете, что память это Браман, нет. Нет. Итак, люди приходят в духовный процесс и длительные годы определяют человека по внешности. И Кришна объясняет, что тот, кто определяет живое существо и качество живого существа по внешности, по внешней форме, это знание в гуне страсти. В гуне страсти человек не способен понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Итак, мы тут говорим, кто по нации? Это все страсть. Кто? Бурят? Ну, буряты вообще ничего не могут знать. эстонцы, да, эстонцы могут знать. Осень, осень много. Они знают, в чем смысл жизни. Иногда немножко знают грузины тоже. Но буряты нет. Итак, мы распределяем по нациям, по половым признакам, по расам. Но все это разновидности внешнего проявления. Поэтому говорится, смиренный мудрец видит единую сущность живых существ. Вы можете себе представить, единую сущность он видит? Утамы Бакта он видит единую сущность, а мы видим такое сильное различие. Худой, толстый, и от этого мы испытываем определенные чувства по отношению к человеку. Если бы мы видели единую природу друг к другу, нам было бы все равно, кто какой национальности, кто какого пола, какого вероисповедания, там говорится даже собака, мы тут не можем с другой религией нормальные отношения завязать, а там говорится, он одними глазами на собаку даже смотрит, на корову, на брамана. Представляете, какое умиротворение? говорится для него, что камень, что золото одинаковое, а у нас попробуйте отобрать что-нибудь, попробуйте, представьте, сейчас у вас с порога камень унесут, вы подадите в ГАИ, ну или в какой-нибудь фонд земельный, что у вас пучок земли кто-то унес, нет, потому что мы этого не ценим, мы не ценим землю в таком проявлении, поэтому если кто-то что-то скажет, это не так нас затронет, но если затронут наши объекты, вот когда мы скандал, поэтому мы будем терпеть, если будут на лекции говорить, что мы завистливые, похотливые, мы это вытерпим, но если у нас отнимут вещь какую-то и начнут говорить оставь вот эту вещь, вы знаете, мы письмами засыпем всех, все GBC засыпем письмами, потому что он тронул нашу вещь, которая дорога нам чем больше, чем сама жизнь, мы все можем вытерпеть, но не трожь вот это, это не трожь, я и мое, и когда спрашиваешь, как жизнь, нормально, вы мне не дадите какие-нибудь новые наставления, столько сказано, мы каждый раз читаем книги, вот по поводу чего мы должны беспокоиться, что в нашем сердце ничего не развилось, появляется зависимость, мы становимся жадными, Кришна говорит, четыре вида благочестивых людей преданно служат мне, те, кто в беде, беда исчезнет, исчезнет, те, кто хочет материального благосостояния, оно придет, деятельность остается, просто исчезает что? Преданность. А Кришна говорит, они с преданностью служат, пока беда у того, кто в беде, он будет с преданностью все делать, чтобы избавиться от беды, ради материального достижения, он будет с преданностью служить, пока они получат этого, любопытные будут также с преданностью служить, пока не удовлетворится любопытство, а тот, кто ищет истину, пока не узнает ее, тоже не удовлетворится, поэтому он говорит, где они лучшие из всех. Потому что они удовлетворятся только чем сознанием Кришны. Это их цель. Ану кульена Кришна, ну, щиланам бхакти и уттамам. Бхакти и уттама их интересуют. И для того, чтобы получить бхакти и уттама, они готовы будут от всего отказаться. Такова их цель. Они будут отказываться от всего, что препятствует этой цели. И что же препятствует? И несчастье, и их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лету. Матрас парша стукам ты ел, шитос насуки дуки дага. Ага, мы паяны, нит ястам стыдик шасу оборота. Счастье, несчастье, и их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лету. Они рождаются из какого? Из чувственного восприятия. Успокойся, Арджуна. Ты должен научиться действовать так, чтобы чувства тебя не беспокоили. А нас еще пока беспокоят даже объекты, которые у нас пытаются отнять. Или дать. Мы так счастливы, когда мы что-то получаем, объект какой-то. И так страдаем, когда этот объект даже с намеком кто-то говорит, надо оставить. Мы привязываемся к деятельности. Почему человек привязывается к деятельности? Потому что у него это получается. Когда получается, человек наслаждается чем? Результатом. И так мы можем привязываться к деятельности, к объектам, к чувствам. Чувство славы. Так хорошо быть прославленным. Но когда критикуют, так плохо сразу. Сволочи, среди них нет ни одного продвинутого. Вот те в том храме меня прославляют, там все продвинутые. А в этом все критикуют. Бесполезный храм, все коништки. Там-то на самом деле у тамы сидят, меня прославляют. А здесь критикуют кто? Коништки. И так человека может выводить это из равновесия. И когда вы спрашиваете, ну как у тебя дела? Он говорит, нормально. Продолжаю так же выходить из равновесия. А говорится, первый этап познания, тхира-вада называется. Тхира означает уравновешенный. Радость, горе, счастье, несчастье, слава, бесчестие, богатство, нищета. Успокоен. Он не беспокоится о потерях и приобретениях. О победах на марафонах и о поражении на них. Он беспокоится только об одном. Действую ли в состоянии анукуля-севы? И действую ли я с шиланом авторитетно? И на самом деле целью моей стала утама-бхакти. И Санат Мога Свами говорит, это первый стих, первые стихи. Это для начинающих. Так можно через 10 лет хотя бы начинающим становиться уже пора. Иначе будут звучать стихи бхакти-сетанты Сарасвати. Через многие годы очищения человек приходит к выводу, что абсолютно бесполезен в предном служении. Он получает это знание либо изнутри, либо извне. И тогда он ищет того, кто полезен в предном служении. И становится его нижайшим смиренным слугой. С этого момента начинается дасья. Дасья. Человек на самом деле становится слугой. Через многие годы очищения человек приходит к выводу, что все, что он делал, он делал только то, что он хочет. Там, где он хочет. Хочу жить в этом храме, хочу в том храме, хочу в этой стране служить, хочу в той стране служить. Хочу вот так, хочу вот так, хочу жениться на этой, хочу развести сеть. Я хочу, пожалуйста, благословите. Разрешите, благословите. Ставлю вас в известность. Или засвидетельствуйте. Все при вас было, чего ж вы молчали. И так человек не может понять, что такое прогресс до тех пор, пока он не станет слышать об этом. Вот почему говорится, что садху-санга является единственным способом, когда человек может продвинуться. Это общение. Кого он слушает, кого он принимает авторитетом. Это очень важный аспект деятельности. Поэтому говорится гносиология. Первая ступень в философии это гносиология. В результате гносиологии человек начинает изучать логику, не свою логику. Он использует логику священных писаний. А не использует священные писания для своей логики. Потому что, когда он берет свою логику и начинает рассматривать его с позиции логики священных писаний, он может увидеть, что он мудха. Мудха переводится как ослик, который распевает философские песни по ночам, особенно, когда ему отказала какая-нибудь ослиха. Он начинает петь глубокомысленные философские песни, свои ослины. И этим причиняет только беспокойство окружающим. Итак, все эти квалификации очень важны. Как разобраться, как двигаться, что порабощает и что освобождает. Поэтому можно видеть, как внешняя деятельность, за которой не скрывалась внутренняя цель, превращается в ритуал. превращается в так называемый стандарт. Стандартное решение, стандартное действие, стандартное мнение. У нас уже было такое. Все голосовали за, никто против. Или наоборот. А теперь можем против голосовать. Не важно, о чем речь. Самое главное, быть против. Появляются формалы, неформалы. Мы вообще против всего. А другие, а мы за все за. Но и ни те, и ни другие не соображают. А за что вы против? И за что вы за? Да не важно. Другие не могут понять сути. Итак, общение это очень важный аспект деятельности. Так только можно постигнуть метафизику. Что значит метафизику? Как привлечь к себе йога-майя? Йога-майя духовная энергия. И в соответствии с тем, насколько человек предается, настолько оказывает на него влияние йога-майя. Это означает невозможное и становится возможным. Невозможное освобождение для него от каких-то качеств, от каких-то определенных пороков и всего остального становится очень легким. Говорится, проблема, которая была океаном для него, становится размером с копытца теленка. Никто не готовит корабль, чтобы переплыть проблему, которая размером с телячьей копытца. Вы видели, чтобы нужно было для этого машины, деньги, все такое? Вы представляете, кто бы сейчас увидел бы там вот такую маленькую лужицу? И все сказали, нет, надо на лодку деньги собирать, надо прихожан собрать, надо все это выяснить. Давайте, вот здесь 900 тысяч, здесь столько тысяч, здесь миллиард, нужен там так, давайте будем заседать, давайте все. Там вот такая штучка. Как вот, знаете, говорят народе, выеденного яйца не стоит. Но для человека, который не обладает знанием, эта проблема становится какой? Непреодолимой. Она становится камнем преткновения. Поэтому, говорится, океан мирского бытия для квалифицированной личности становится не более, чем копытца. Что же за такое мирское бытие? Это страдания, радости эти мирские все и горести, приобретение, потери, все это счастье, несчастье, слава, хула, потерял, приобрел. Он свободно через это переходит, переступает. Навалилась карма, отвалилась карма. Проходит через это. Когда нету знания, он тонет в этой проблеме. Человек тонет в этой проблеме. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, за одного битого двух небитых дают. В Бхагаватам он говорит. Это к стиху, где он говорит, когда предный оступается или ошибается, или даже падает, но при этом он продолжает совершать предное служение, его надо считать кем? Садхо. Почему? Потому что преодолеть эту проблему можно было только благодаря йога Майи. значит, он привлек к себе йога Майя. Потому что без йога Майи никакая проблема просто неразрешима. Она тупиковая становится. Полностью тупиковая. Вот почему Прабхупада говорит, что Кришна посылает только те проблемы, которые живое существо способно преодолеть только при помощи чего? сознание Кришны, которым в данный момент обладает. Если не обладает, не сможет преодолеть. И Кришна не посылает такие трудности. Кришна посылает только те трудности, которые живое существо может преодолеть в результате служения Богу. Вот почему Кришна говорит, те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные, занятые поиском истины, к чему же они прибегают? к служению Богу. Служением называется желание удовлетворить анукулья. А исполнение обязанностей и служения это разные вещи. Человек, когда исполняет обязанности, он не пытается удовлетворить, он пытается сделать так, как он считает будет достаточно. Но когда человек служит, мерилом является не он, а кто? тот, кому он служит. Итак, одни пытаются наслаждать чувства, другие пытаются их что? Сдерживать. Когда они видят, что они привязаны и жадны, они начинают удерживать чувства от их объектов. И Кришна в Бхагалгите говорит, тот, кто наслаждает свое вожделение, удовлетворяет, становится жадным и привязанным. Иногда он совершает жертвоприношение лишь из гордости, чтобы всем продемонстрировать свою щедрость. Но он жадный. Поэтому, когда куда-то вы неправильно использовали то, что он вам дал, что будет тот человек испытывать? потому что пожертвование делается только тогда, когда человек дает столько, сколько не жалко, не гордится. И что? Кто помнит? Я объяснял. А? Не подозрителен, куда вы это использовали, правильно или нет. Потому что, если вы пожертвовали, вы не можете человеку говорить, куда вы ему жертвуете. Вы жертвуете просто потому что, когда вы говорите куда, вы определяете. Вы тут же посягаете на его свободу. Вы посягаете на его свободу. И такое посягание на свободу человека является проявлением жадности. Но в определенной гуне. И так человек хочет быть благодетелем. Помните, да? Опасный трюк. Я несомненно беспокоюсь о вашем здоровье. несомненно беспокоюсь о каком здоровье. Ой, если вы помрете, кто же нам будет проповедовать? Вы шутите? тело помрет так или иначе. Это лишь дело времени. Тот, кто не думает о том, что тело умрет рано или поздно, просто несомненно глуп и невоздержан, говорится. В любую секунду человек может покинуть тело, как бы хорошо он себя не чувствовал. Тысячи, миллионы обстоятельств могут немедленно вырвать живое существо из грубого тела. Аварии, катастрофы, болезни, бандиты, несчастные случаи, да что угодно. В Бхагаватам описывается, что за каждым кустом, за каждой веткой подстерегает смертельная опасность. И только беспечный глупец надеется пройти этот лес без проблем. Как в Тхармашастри или Тханурведа описывает воина, духовного воина, поскольку это веда военного искусства, она описывает, как воин духовный себя ведет, поскольку там обращение к воину. Говорится, если вы вышли из укрытия и продвигаетесь к цели, то продвигаясь на пути вас может застать сильный ливень. Обычные люди в страхе быть мокрыми бегут назад в укрытие и добежав до укрытия они видят, что все равно промокли. Так стоит ли суетиться достигая цели и отправившись в путь? Стоит ли суетиться? Если это тело все равно придется оставить, если все равно нас будут постигать какие-то счастья, горести, несчастья, слава, бесчестие, богатство, нищета, нас все это будет застигать на этом пути. Но тот, кто не суетится, он доходит очень быстро. Но тот, кто пытается укрыться, обнаружит, что все равно это нахлебал. Так стоит ли суетиться на пути? И время потеряешь, потому что обратно бежать, чтоб опять выйти, но в следующий раз уже не дождь, а град. И пока будешь бежать обратно, придешь к выводу, что весь в синяках. Так стоит ли суетиться? Итак, человек постигая все эти науки, начинает говориться знание, это означает отречение. Как вы думаете, от чего нужно отречься? Как мы узнаем, что человек знание имеет? Знание это означает адхикара, квалифицирован. От чего же он отрекается? От машин, от квартир, от денег? От каких-то чувств? От чего же он отрекается? там и говорится в самой последней главе, которая называется совершенство отречения. Итак, мы пытаемся, мы поговорим об этом, о совершенстве отречения, когда начнем говорить на тему Уттама-атхикари. Пока мы будем говорить о нашем отречении, о том, что непосредственно нас касается. Итак, человек может не в состоянии понимать, для чего он приходит, для чего он ищет духовного учителя. Кришна говорит Арджуни. Попытайся узнать истину. Смотрите, о чем же говорит Кришна Арджуни? Кришна не говорит, попытайся избавиться от беды, попытайся побольше приобрести материальных благ, попытайся любопытство удовлетворить. Что же говорит Кришна Арджуни, Чатур Витхабаджан, Тимам? Что же говорит Кришна Арджуни? На какой уровень призывает Кришна Арджуну? На уровень беды, материальных желаний, уровень любопытства? На какой? Он говорит, попытайся узнать истину. Стань лучшим из неофитов. Прупада говорит, все эти четыре категории, все неофиты, но эти неофиты, которые истят истину, самые лучшие ибо они будут самыми удачливыми. Их не собьет с толку страдание, материальное благо или его отсутствие, или присутствие страдания, или отсутствие страдания, удовлетвориться их любопытство или нет. Они будут идти до тех пор, пока не узнают истину. Поэтому они никогда не будут на это клевать. И Кришна говорит Арджуни, попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вот почему говорится, Атату Брама Джигиаса. Веседева описывает, что именно такие вопросы нужно задавать, потому что если вы страдалец или нуждающийся, или любопытный, то в соответствии с этим ваши вопросы звучат так. Поэтому, когда духовный учитель слышит вопрос, он сразу видит, какой из четырех категорий относится неофит. и что с ним произойдет в будущем. Поэтому в соответствии с этим он строит взаимоотношения. Парупада говорит, не тратьте свое время на всех остальных, кроме браманов. Как узнать, что человек брамана? Его интересует что? Истина. он не пришел сюда за деньгами. Он не пришел просто тут очиститься от каких-то страданий. Он не пришел просто из любопытства сюда. Его интересует истина. Атато брама джигяса. И говорится до тех пор, пока человек не станет джигясой, он не сможет прогрессировать. И поэтому весь процесс, который называется баджина крия, шесть ступеней баджина крии, деятельности для очищения, проистекает постепенно, пока человек не станет джигясой. И с уровня баджина крии, когда он очистился, он начинает видеть свои анардхи. Он поднимается до уровня внутренних проявлений. Он начинает видеть не чужие анардхи, а свои собственные. Он начинает видеть, что он завидует, что он гневается, что он испытывает похоть, видит свое тщеславие, гордость, властолюбие. Он начинает видеть в себе это. Как вы думаете, почему многие сейчас сидят спокойно? Потому что они еще даже не прошли баджина крии. Их это не беспокоит, что они в себе это находят. А если они даже и найдут это в себе, то это никаким образом их не трогают. Они не думают, что это очень плохо. Они говорят, да все такие, ну и что? Васька, он вообще сволочек. Ничего же сидит. Что, шнурок ему подарили? Безбат бедно. То есть дадам. И в этот момент человек не ловит себя на этой мысли, что я так думаю о другом человеке, потому что у меня проблемы. И так я хотел бы избавиться от них. Это называется анардханеврити. В этом процессе анардханеврити человек достигает гунной благости, потому что он именно от этого и хочет. Поэтому говорится служение, он совершает служение, чтобы очистить от этих негативных качеств, которые мешают ему быстро продвигаться в получении взаимоотношений с Гуру и Кришной. Каких? Истинных взаимоотношений. Истина. Его интересует истина. Поэтому будут писать письма разные про объекты, про жен, про детей, кто там ему на ногу наступил, какие плохие люди, тут не дают ему, видишь ли, развернуться со своими идеями. Они не понимают, что если чуть-чуть, я уйду, а если уйду, таким врагом стану, что весь искон еще пожалеет. Так что давайте мне быстрее тут все кланитесь. Но это все, нардхи, такие люди достойны сострадания. Сострадание. Вы представляете, как они страдают от этих негативных качеств? Просто об этом даже что? Не знаю. И поэтому пропады приводят в пример Иисуса Христа как нашего гуру. И он говорит, Христос так сострадал что те, кто причиняли ему беспокойство, он говорил им, прости им, ибо они не ведают, что творят. Он сострадал им, тем, кто причинял, потому что они страдали, так действуя, просто этого даже что не ведали. Они не понимали этого. Итак, квалификация очень важный момент духовного осознания. И чем быстрее человек встанет на этот путь, тем быстрее он станет квалифицированным. Кришна говорит, такой предный очень дорог мне. По моей милости он получит знания. Потому что от меня исходит память, знания, забвения. Что надо он будет помнить. А что же помнить? Манману бхава помни обо мне. Не надо помнить там о каких-то объектах. Итак, человек пытается освободиться в своем сердце от этих вещей. Посмотрите, как мы втягиваемся в бытовуху. Вы можете только увидеть, какой путь вообще, просто классическое погружение в бытовуху и кажется, что это бытовуха непреодолимо. Вы чувствовали? Какие-то семейные конфликты, кто-то здесь кого-то обозвал, кто-то тут какие-то бумажки написал. И тогда ум втягивается в эту бытовуху и все начинают просто сражаться, что-то критиковать друг друга. И никто себя не поймает. Почему я втянут? Значит, мое сердце так же нечистое. Почему я стал втянутым в это? Почему мне предложили за кем-то шпионить? Видимо, я такая подлая личность, что кроме как на шпиона не тяну. Почему мне сделали подлость и я ответил подлостью? Разве это порядочный человек? Я претендую на порядочность и на каждую критику отвечаю критикой. На каждый укол отвечаю уколом. Разве я порядочный человек? Человек не находит о, почему мне так дорого? Я же пытался от многого отречься. Почему же это мне дорого? Это колесо так дорого? Или эти деньги стали? Почему как только их кто-то касается, у меня сразу гнев возникает? И я готов этих людей со света сжить? О, в моем сердце столько оказывается проблем. Кто идеализирует духовного учителя и авторитетов? Несомненно, Каништхи. Почему? Потому что Каништха не находит в себе ни сил, ни возможностей прогрессировать. Поэтому он считает, что успех лидера только в том, что он уникальная, гениальная, необычная личность. Поэтому он считает, что его задача просто прославлять и что-то делать для прославления этой личности, но не для получения знания. Он не берет этот путь этой личности. он берет тело этой личности и начинает прославлять, считая, что это уникальный человек, поэтому у него все получается. Такой человек сразу ставит крест на своей духовной жизни. Потому что он будет считать, что это прохлада Махарадж, а вот это же Харидас, Шастра Кур, а вот тот же, ну конечно, это же вот тот, это читание Чандры, ну понятно, что же они все великие личности, это Лакшвина Райна, конечно он алкоголик, но ничего, а там этот, ой, ну что это такое? И говорится таким образом, они не привлекаются знанием, и они сидят постоянно на шее этих личностей, пытаясь повторять, что они говорят, поэтому Шастра говорит, повторяя слова мудреца, человек еще не становится мудрецом, вот в чем жалость-то, что если даже все это повторять, мудрости от этого никак не прибавляется, поэтому говорится, кто повторяет это все, он подражает, подражает, а нужно следовать, есть одна история, как к одному духовному учителю, очень известному, у которого была семья, дети, жена, пришел один путник, и он сыграл такую комедию, он очень сильно хотел узнать об этой личности, кто вот он, очень много наслышался, и он знал, что он очень такой приветливый, гостеприимный, он постучался в его дом, жена открыла, и он сказал, о, добрая женщина, он был со шнуром, брамана, он сказал, добрая женщина, вы не могли бы меня приютить, жена сказала, конечно, почтенный, сейчас только я спрошу у мужа, где вам, обустроить, и она побежала к мужу, и говорит, там один браман такой несчастный пришел, видимо, какой-то бродячий, странствующий браман, где мы можем его приютить, и муж сказал, вот там-то, там-то, лучшее место, мы с тобой поживем, вот там-то, он сказал, и свою комнату они отдали этому браману, и браман про себя познал, о, какой, факт продвинутый, потому что, говорится, незваный гость, представитель, кого в Багово там говорится? Бога. Да, незваный, у нас-то незваный гость хуже татарина, а те, кто квалифицированный, у кого есть адхикара, для них незваный гость, представитель Бога, это не означает, что если я говорю, значит, я уже это реализовал. Если мы будем этому следовать, чтобы этому следовать, мы должны узнать, почему это, просто взять и опять ритуалистично действовать, чтобы все вас уважали, нечего должен осознать это, почему, этого он должен очень многое узнать. Итак, он стал думать, о, как здорово, какие, какой продвинутый человек, и он стал наблюдать за ним, и увидел очень удивительную вещь, что с женой он был холоден и немногословен, с детьми был, очень редко встречался и играл в разные игры, но никогда не говорил с ними о серьезном, очень редко уделял время детям, и когда уделял, играл в их игры, он подумал, боже мой, он совсем не воспитывает своих детей, и так холоден к своей несчастной супруге, потом он стал смотреть, как он разговаривает с окружающими, и увидел, что он очень жестко разговаривает, очень немегкосердечно и грубо зачастую, потом он увидел, что у него есть пять учеников, и он увидел, что с этими пятью учениками он нежен, учтив, мегкосердечен, все время с ними о чем-то беседует на возвышенные темы, все время их обнимает чаще, чем своих близких, и человек ничего не мог понять, но все остальные люди для него как бы в огромном различии находятся, и он стал наблюдать за ним глубже, и как-то раз в его дом постучали, и зашел молодой человек, выбритый, под бритву, шика до лопаток, ровнейшая тилака, взгляд очень такой, что человек, видимо, давным-давно не занимается сексом, глазогрят, принимая спина, что говорил о том, что он знает, что такое кундалини шакти, йох, подмышкой книги, которые нельзя даже нам читать, ну, которые закопали во Вриндауне, которые не комментировал Шрила Прабхупада, и он, жена открыла дверь, он, Ари Кришна Матаджи, Харьго Прабху, чем могу и чем не могу, он говорит, я сын того-то, того-то, я трижды Бхатишастра, восьмикратный Бхактиведанта, десятикратный Пармахамса, всемирно известный, такой-то, такой-то, кандидат всех существующих наук, знаток всех несуществующих языков, ну, и так далее, жена тут, кого, кого вы сын? И он там сказал, она, большой мудрец был, был отец, и он сказал, какой у вас сейчас титул, и он все титулы свои, скажите своему мужу, моему гуру Махараджу, он еще не был, членков, моему гуру Махараджу, что я пришел, и тут муж вышел, на него так посмотрел, все, это что еще за чучела? Но у него все было по стандартам, он очень красиво еще носил тхоти, очень красиво, и он сказал, что тебе надо? Очень грубо, и тот поклонился ему пониже, и сказал, я сын такого-то, такого-то, он шлет тебе поклоны, о, великий, учитель, я изучал то-то, сё, пятое, десятое, ты, и он сказал, что ты от меня хочешь? Я хочу изучать трансцендентальную философию писания под твоим руководством, говорится, ибо тот, кто пытается постигнуть священные писания безопытного наставника, попусту теряет время. Это Ваишнав на него посмотрел, это Махарадж. Я говорю, пошел вон, пес, и захлопнул дверь. Жена в ужасе, дети там. Это человек, который наблюдал лишь одни ученики его, хохочется, дядя. Жена говорит, что, почему? он говорит, так просто шутка и ушел. Через некоторое время опять стучатся. Уже так. Открывает, другой стоит, весь раздодетый, такой, все. Я сын царя, такой-то, такой-то. И я хочу, чтобы Махарадж, тот такой-то, такой-то, ну, про его мужа говорит, принял меня в ученики. Он выходит на него, посмотрел. Это что такое? Это кто такой? Что за жених? Того он назвал чучелом, а этого называют женихом. Он говорит, а это что за жених? Я сын царя, ну, жена тут думает, ой, сейчас он что-нибудь брякнет, мой муж. Это же царь уже, это же тебе не просто мудрец. Мудрец-то, ладно, их стерпит. А тут-то царь-то, кстати, это же там, ужас, что начнется. И учитель так посмотрел на него и сказал, ну, что ты хотел бы, жених? Он подумал, да, я понимаю, вы рубите, он сказал, я понимаю, вы рубите мое ложное эго, да? Я понимаю, нормально, нормалек, держу удар. Он был такой продвинутый тоже. Так сделал шерму. И этот ученик сказал ему, научите меня, как принести благо всему человечеству. Магараш рассмеялся и сказал, иди отсюда, ты сам себя-то не знаешь, как привести в нормальное состояние. Ты еще хочешь дать благо всему человечеству. Иди отсюда! И тут так. И он с такой силой, с большей еще силой, чем к тому, дверь закрыл. И пошел к своим ученикам. Жена заплакала. Что ты плачешь, глупая женщина? Она сказала, ну все, мы навлекли на себя проклятие Брамана самого великого. Теперь гнев царя. Ой, ну что нас ждет? Ай-ой-ой-ой. Он успокойся. Если они принимают меня за духовного учителя, они мне тоже простят это все. потому что я простил им их наглость. И уже этот путник собрался покидать, думает, да, очень странная личность, непонятное его поведение. И тут открывают, стоит какое-то такое. человек обычный, скромно одетый, никакой не в рванье, ничего, не расфуфуренный, такой, не бритый, на лосо, шики нету, красивый, тилыки нету, вот такой стоит, какой-то у него, котомка в руках, мнет эту котомку, штанишки на пальчик, крутит, ножки вот так надламывает. И он смотрит на него, говорит, это что за год? Ты кто? Да я никто. Ну, ну тогда проходи. И что ты хочешь, никто? Поградж. Я понял, что я так невежественный. Не могли бы вы меня избавить от невежества? Махарадж заулыбался, обнил его и сказал, пойдем, я тебя познакомлю с твоими братьями в Боге. И тогда этот мудрец понял славу великого духовного учителя. И когда он привел его, ученики спросили, Гуру Махарадж, у нас есть свое мнение по поводу вашего поведения, но мы бы хотели узнать в вас. Почему вы первого не пустили? Махарадж сказал, ах вы мошенники. И заулыбался, он сказал. Потому что первый пришел изучить Писание, чтобы прикрываться ими. Второй второй пришел за славой. Лишь один пришел, и он на него показал, как вы за истиной. Ибо находясь в невежестве, истина непостижима. И духовный учитель не нужен. Прикрючник. Пожалуйста, могут быть есть вопросы. Да. Как вы лица нужно поднимать их, И суть в том, что это общение означает. Говорится, никто не может измениться, если он не занят. Есть два пути. Мы с вами говорили, удовлетворение чувств или неудовлетворение чувств. Но Бхакти отличается от этих путей. Корми пытается удовлетворить чувства, а имперсоналисты пытаются сдерживать чувства. Одни становятся жадными и привязанными, а другие становятся гневными и критиканными. Потому что когда чувства неудовлетворены, человек неудовлетворен и значит критикует всех. Особенно тех, кто не следует чему-то. Когда человек жаден и привязан, он сладострастен, с него ничего не выбьешь и он ни от чего не может отречься. Он становится притворщиком. Это, говорится, путь вожделения. И Кришна говорит, от вожделения можно избавиться при определенной практике. И Кришна предлагает Арджуне действовать ради удовлетворения. Вот почему говорится, что если человек не пытается что-то делать для удовлетворения, удовлетворение, авторитетно, почему оно говорится, Вайтхи Саддана Бхакти. Вайтхи означает под руководством. И Саддана Бхакти, это означает по режиму определенному, авторитетному. Не который он сам придумал или выдумал, в книжке прочитал. А режим устанавливает авторитет. И человек учится, как служить авторитету. Гопипхартур падакамалайор даса даса анудасага. Слугой становится. Чем быстрее человек станет слугой, тем быстрее он будет принят Кришной. Поэтому Кришна сказал в Падмапуране. Тот, кто думает, что он мой слуга, на самом деле. Только тот мой слуга. Кто слуга моего слуги. А Господь Читания объяснил. Это Гопипхартур падакамалайор даса даса анудасага. Я ничтожный, смиренный слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопипхартур падакамалайор. Таким образом, нужно занимать людей. Когда они не заняты, надо при суда вовлекать в общину тех людей, которые хотят что-то делать. И они должны быть различимы. Неразделимы, а различимы. Говорится, что Вишванатча Краватфитакур говорит, что сначала вы должны привлечь их. Привлечь. Когда они привлекутся, тогда нужно их также вовлечь. Когда они вовлекутся в эту деятельность, тогда они смогут очищаться. Обычно это от незанятости происходит. Но незаняты те, кто еще не привлекся по-настоящему. Это описывает Вишванатча Краватфитакур, когда ученик проходит эти стадии. Сначала он должен постигнуть Писание, веру в Писание. Шратха, это означает вера в Писание. Также слово Шратха переводится как способность отдавать сердце. Сначала вера в Писание. Потом появляется в результате этой веры в Писание. Как узнать, что у человека вера в Писание? Он стремится жить в соответствии с этими Писаниями. Для этого вы его обучаете. Чтобы так жить, вы должны обратиться к какому-то авторитету. Дальше там. Садачара, прочара, вечара, упачара. Существует очень много. В какой-то степени они не доходят до чего-то. Потому что они энтузиастично все разрушают. У циха майя означает стадия разрушения. Потом наступает стадия бесполезности. И потом только стадия пользы. И стадия разрушения она разная. Очень много разрушать. Немножко разрушать. Иногда разрушать. Видите, так постепенно прогрессирует. Все разрушает. Потом кое-что разрушает. Потом иногда разрушает. Потом иногда разрушает. Иногда не разрушает. Уже не разрушает. Не разрушает. Эх, немножко разрушил. А потом Ничего не разрушает Уже, ах, немножко созидает Опять ничего, ничего, ничего Потом опять раз созидает Потом все созидает чаще Потом кое-что и так далее Как с чего начал, так же туда же возвращается Только уже это не ложное Так все происходит А сначала стадия разрушения Все будут думать, что вы с ума сошли Сто процентов я вам говорю Почему вы никогда не замечали Что именно в религиозной системе Если может быть кто-то знает Из врачей Хоть один врач есть Именно в религиозной системе Самый больший процент Психически больных людей Ладно среди прихожан Среди священников Почему Они удерживают свои чувства Да Они сдерживают свои чувства Очень много обетов же разных Все такое Они начинают удерживать свои чувства В результате этого рождается определенная Вот эта вот Ненависть к другим религиям Вот этот фанатизм Вот этот вот Догматизм Они превращаются И в результате этого Они совершают оскорбление Когда человек совершает оскорбление У него возникает психический отклонение В результате оскорбления Бхакти Винон Тракура Был сын Больной, ненормальный И когда Бхакти Винон Сарасвати его спас Он сказал, что я был преданным Шрицам продая Но я нанес оскорбление Гаудио Вайшнаву И поэтому я родился сумасшедшим Но ты меня освободил От этого оскорбление То есть Кришна поместил его В семью Гаудио Вайшнава И он видел величие Гаудио Вайшнава То есть через то Когда вернулась к ним Это сознание Благодаря такому состраданию Гаудио Вайшнава Гаудио Вайшнава Гаудио Вайшнава